Друзья, привет! С вами Ирокес и, к сожалению, разработчики не показали нам, какие новые скины нас ждут в обновлении 4.2, которое было выпущено на тестовом сервере и уже через какое-то время будет перенесено на основу. Пока что не сказали, когда, но обычно это делается в течение 1-2, ну максимум 3 недель, поэтому уже совсем скоро появятся новые скины и всем интересно, какие. Но ничего, датамайнеры уже всё нашли, раскопали в файлах игры и, конечно же, я вам сегодня продемонстрирую все скины, посмотрим, сравним друг с другом, ну и примерно расскажу, какие будут на них цены. Всё это будет после небольшой рекомендации, так что пока приготовьте чаёчек. А спонсор данного ролика компания 1xbet. Если вы шарите в спорте и киберспорте, то ссылка для вас в комментарии. Там ещё есть промокод с бонусом на 6500 рублей. Пользуйтесь, на здоровье, всем спасибо! Если честно, я так до конца и не понял, кто раздобыл данные скины. Всем известный All The News Is Good News или второй такой же тип, который занимается примерно теми же вещами и вскрывает файлы игры, человек с ником PlayerEGM. Я на всякий случай укажу ссылки на обоих для того, чтобы не быть голословным. Ну и в принципе, по-моему, это сейчас была их совместная работа и каждый вложил что-то своё. Но тем не менее, скины есть у нас благодаря ним, так что скажем этим ребяткам спасибо. И первое, на что мы посмотрим, это два скина с тегом Battlestad. Это те, которые считают ваше убийство. Оба они выполнены в одинаковом стиле. И это дробовик S686, двухстволка и UMP45. В принципе, сами по себе скины неплохие, но оружие довольно-таки непопулярный. И если учесть, что это будут просто обычные скины, которые продаются в магазине, платные за донат, то довольно так себе. Я бы лично не стал отдавать за них 5 долларов, как это в принципе принято. И если они будут, например, продаваться дешевле, например, по 2 от бакса, то уже можно задуматься. Но я бы сделал их за батлпойнты, но тем не менее, 100% известно, что они будут за донат. Так что решайте сами, нужно ли вам это или нет. Ну, дробовики апнули, так что, может быть, кто-то и купит. Следующий очень интересный сет, как я понял, он был сделан в честь Азиатского Дня Святого Валентина. Он у них празднуется в какое-то другое время. И это Rabbit Season Set. Вот такая коробка, которая содержит в себе 3 айтема. Это ботинки, штаны и такая пижама с кроликом и с ушками. Выглядит, по-моему, прикольно. Я думаю, что это наиболее хороший скин, который можно найти из данного сета. И мне кажется, он придет совсем по вкусу. Скорее всего, каждый предмет будет продаваться отдельно. Я думаю, что Худи, наверное, они загнут цену и он будет стоить явно больше пятерки, наверное, десятку. И это будет не очень приятно. Но если пятерку, то вообще идеально. Сапоги обычно стоят 2,5 доллара. Штаны, скорее всего, либо 3, либо 5. Примерно так. Но, естественно, сет будет покупать выгоднее. Скорее всего, он весь будет стоить, я думаю, где-то 15 баксов. Не думаю, что больше. Поэтому, на мой взгляд, неплохое приобретение. Если вам не во что одеть вашего персонажа, то такой вот сет кролика будет довольно забавным. Далее идут скины стримеров. И первый это человек, чье имя я так и не смог прочитать на одном из турниров. Си Спайк, или как-то так его зовут. И здесь мы видим 3 скина. Это футболка, кепка и перчатки. Как обычно, футболка в районе пятерки. Перчатки, скорее всего, 2,5. Кепка, не помню, сколько обычно стоит. Но, по-моему, тоже меньше 5 баксов. Так что, не думаю, что зайдет дорого. Но, куда более интересно, это вот такой Блади АКМ. Выглядит он очень кайфово, очень круто. Плюс, АКМ довольно-таки популярное оружие. И, в принципе, если у вас нет скина на данную пушку, мне кажется, такой подойдет просто более чем отлично. Но, скорее всего, стоить он будет в районе 10 долларов. Все предыдущие скины на оружие, которые продавались в последнее время от имени стримеров, стоили по десятке. Так что, если вы уж хотите, то придется раскошелиться. Но, выглядит он достойно. Далее скины человека с ником Swagger. Это SLR и вот такие перчатки. SLR выглядит довольно-таки неплохо. Но, на мой взгляд, она тоже не будет стоить своих денег. Скорее всего, также ее будут продавать за 10 долларов. И вот это я бы точно не купил. Перчатки, скорее всего, также 2,5. Ну, потому что я помню, что перчатки Шрауда продавались за 2,5 доллара. Значит, и других типов будет так же. Далее, красный берил от человека с ником Edberg. Тоже, скорее всего, будет стоить десятку. На мой взгляд, не самый хороший скин. И, в принципе, ну, вот вроде, да, прикольный какой-то цветной. Но, выглядит как-то топорно, как будто бы рисовал маленький ребенок. Не знаю, мне лично не нравится. И я бы 600 рублей за такое точно не отдал. Далее, две футболки с логотипами стримеров. И, наконец-таки, PUBG Corp добрались до SNG Community. И теперь встречайте футболку Макатао. Стоит она, скорее всего, будет 5 долларов. Тем более, какая-то часть из всего приобретенного будет переходить к самому Макичу. Поэтому, если хотите поддержать своего любимого стримера, то можно приобрести. Но, как-то, на мой взгляд, могли сделать поинтереснее. Здесь просто серая футболка с его эмблемой. Ну, не знаю. С одной стороны, это, конечно, для PUBG хорошо. Серый цвет, типа камуфляж, все дела. Но, может, хотя бы на спине там еще что-то изображено. Потому что нам со спины показать не могут данное изображение. Ну, в общем, посмотрим, как это будет в игре. Но, поздравляю Макича с его персональной футболкой в PUBG. Далее, вот такая очень крутая куртка. На мой взгляд, выглядит действительно кайфово. Еще такой бородатый тип. Скорее всего, тоже будет стоить десятку. Но, она хотя бы выглядит на эту десятку. И, в принципе, если у вас нет верхней одежды для своего персонажа, мне кажется, приобрести вполне можно. Далее, целый набор из шести бит, которые, в принципе, будут заменять, опять же, монтировку и мачете в вашей игре. Не знаю, по-моему, бесполезный вид скина. Вот у меня лично есть бита Харли Квинн, и я ей никогда не пользуюсь. Всегда, естественно, беру сковородку. А остальные оружия ближнего боя, в принципе, не интересны. И покупать бы такое я не стал, но если вы любитель бейсбола или хотите приобщиться к какому-то турниру, изображенному на данных скинах, то можете приобрести. Ну и далее, скины за батлпоинты. Здесь мы видим два набора сапог, которые неизвестно, сколько будут стоить. В принципе, я думаю, столько же, сколько и обувь в магазине. Но тут невозможно сказать. И, в принципе, Папкорп все продолжает делать так, чтобы никто не оказался без обуви. И единственный именно сейчас элемент одежды, а не скин на оружие, продающийся за батлпоинты, это почему-то обувь. На мой взгляд, выглядят не очень, но, в принципе, за БП можно и купить. Почему бы нет, если нет никакого другого выбора и альтернативы. И следующее, куда интересней, намного приятней, это два батлстат-скина на СЛР и на Вектор, которые выполнены в стиле предыдущих скинов за батлпоинты, которыми были М16А4 и Глок. Выглядят довольно-таки неплохо. И, в принципе, если вы не успеете или не хотите приобретать боевой пропуск и делать скин на Вектор, то можете приобрести вот этот. Хотя, естественно, сезоновый куда круче выглядит, на мой взгляд. Но, тем не менее, зато эти батлстат и будет счетчик ваших киллов, сделанных с того или иного оружия. Вопрос. Удалят ли они те скины, которые сейчас имеются, то есть те же самые М16 и Глок? Сами разработчики говорили, что нет, что скины за батлпоинты останутся на очень долгое время, но потому что опытным игрокам их просто некуда тратить и рано или поздно это будет такой большой магазин с, в принципе, разносторонним выбором на любой вкус, практически на любое оружие, что довольно-таки неплохо. Ну что же, это все скины, которые имеются. Также еще была показана футболка PUBG менеджера, но я не уверен, что она будет продаваться. Может, это как раз-таки для либо партнеров, либо каких-то людей из руководства, из разработчиков. В общем, неизвестно, но посмотрим. Может, и ее в магазине встретите. Ну, также, скорее всего, будет стоить 5 долларов. В принципе, скины неплохие, как всегда. Есть действительно годные, есть полное говнище, но на вкус и цвет кому как понравится. Поэтому я вам все показал, а что приобретать или нет, уже решайте сами. Ну, можете как раз заранее подготовить кошелек, потому что это появится на основных серверах еще через какое-то время. Но пока что это все. Большое спасибо вам за просмотр. Если понравилось видео, вы можете поставить лайк, подписаться на канал. Я вам скажу большое спасибо. Ну, а так, всего вам наилучшего, удачи и до новых встреч. А следующее видео... уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok